Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и у меня всё готово к записи. Даже Кирби так победно поднял свой молот для того, чтобы Халк крушить и ломать всё на своём нелёгком, но благородном пути в поисках злобного дидиди. Да, мы прошли вот пятый уровень, сейчас находимся на поступах к шестому. Скоро будет финал Йогуртового Двора. Поехали, посмотрим, что нам этот уровень предложат. Так, сейчас мне нужно быть аккуратным, как никогда. Всё дело в том, что я опять же прочитал про секреты, всякую информацию. На третьем экране секрет будет, и для него нужен молот. Молот можно получить только лишь на арене, и если я сейчас просто умру, друзья, это нифига хорошего не получится из этого. Всё, давай, 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 Халк, круши, 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 круши. Ну где они, боже. То есть они, они думают, что эти пластинки хотят меня, уже меня должны были убить, поэтому поставили жизни там, да. Кстати, это на божью коровку похоже. Неужели Кирби пожирает божьих коровок, чтобы восполнить себе жизни? Тогда я разочаруюсь в этой милой и доброй игре. Так, стоя, нет, нет, нет. Почему я только что просто молот свой убил собственными руками, разломал, сжёг? Не знаю, что ещё с ним делать. Друзья, придётся перезагрузиться. Да, не рядовой случай, такого ещё не было, но тем не менее нам молот нужен, потому что мы с вами договорились открывать все секреты. Будем следовать этому интересному, но в то же время не самому лёгкому плану. Так, они уходят за экран, значит они вообще пропадают. Нет, или не пропадают? Чёрт, как-то здесь надо аккуратно. А, нет. Всё, нет, всё, всё под контролем, всё под контролем. Друзья, вы что, издеваетесь? Спокойно сказал. Молот всё ещё с нами. Интересно, конечно, как он транспортируется из звезды в молот. Чёрт, блин, ну вот это, ну, да, да, конец игры уже близко. Ну, не совсем близко, но, тем не менее, мы всё ближе и ближе, и всё должно быть сложнее, это закономерно. Сейчас только второй экран, но как же нам нужно его беречь до третьего? Иначе, вот, что-то мне кажется, что я только что-то упустил полезное, и мне не надо было, может, бить. Хотя, как не надо было, наверное, надо было. Но здесь больше ничего и нет, но... А, молот, кстати, не может разбивать эти штуки, ладно, это к лучшему. Ой, бедняжка, камнем вниз пошёл человек-камень. Человек-камень, это уже что-то из Магомена. Да. Так. Да, 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 подождём. А, вот это, друзья, беда. Вот это беда. Вот это конкретная беда. Давай, иди сюда, не бойся. Знаете, как голубей заманивать какими-то крошками хлебными, чтобы... Чтобы он подошёл поближе. Давай, 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 иди сюда, поближе, поближе, поближе. Дай им, поглажу тебя своим молотом. Не успел. Так, вот как-то... Есть, хорошо. Всё, этот упадёт сейчас. Нет, 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 нет. Всё, всё под контролем. Значит, сейчас я упаду, и сразу полечу, полечу. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Да, такое напряжение... Такого напряжения ещё не было. Ну что, друзья, придётся мне отсюда возобновить свой рассказ. Молот нам нужен. Да, друзья, пожалуй, это самый сложный момент в игре. Сложнее секреты, сложнее битвы с боссами. Потому что молот нам нужен, а... О, мы можем бежать! Вот это да! Я только сейчас это заметил, друзья. Мы просто могли бежать. Значит, это вообще несложный нифига момент. Так, спокойно, только спокойно. Чёрт! А я уже третий раз перепрохожу с этого экрана, начиная. Если бы я знал, что можно бежать... Фух, ну в ином случае было бы очень сложно. Да, потому что прыжки здесь сложные. А колья убивают с первого же... Прикосновения, и... Пропадает у нас просто-таки любое наше оружие, которое было. Всё. А вот теперь... Аккуратно, не стоит на меня падать. Не стоит падать на человека... Нет, это не человек. Не стоит падать на зефир с молотом. Это чревато серьезными последствиями для любого, кто смелится. Так, ну что делать? Где нужно нам... Что нам нужно стучать? Ага! Так, 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 так. Ну сюда что-то я не знаю. Идти мне или дальше? А, нет, ну конечно, конечно, налево нам нужно идти. Тут как бы без сомнений просто. А красиво тут продумано, да? Такие островки себе. В бескрайнем океане. На фоне там горизонт. Необъятное море. Прямо как в заставке, знаете, там многоигровки раньше были. Где чайки летали, пара какая-то на берегу сидит. Ну, хорошо. Пам, пам. Так, а разве в подкате нельзя было это все разломать? Ну, видимо, нет. Потому что в секрете... Или же в секрете мне хотели просто очень... Да, вот кнопка. Вот кнопка. Которая открывает нам просто варп-зону. Но зачем это нужно? С другой стороны, если действительно что-то откроется после окончания игры, то это уже хорошо. То есть я хотел все секреты открывать. И на 100% пройти всю игру. Вот. Ну, может быть, конечно, в прохождении нас обманули. Сказав, что... Так, аккуратненько. Что действительно нужен этот молот? Может, он вообще не нужен здесь был? Хотя, под водой нельзя использовать подкат. Скорее всего, так. Поэтому все закономерно. Ну, все. А теперь все здорово. А вот теперь мне нравится эта игра. И то, что происходит со мной в ее пределах. Ну, опять же, на троечку. Ну, тройка это плохой результат, друзья. Кто еще учится в школе, старайтесь не учиться на тройке. Видите? За это даже жизнь не дают. О чем вообще говорить можно? Ну, что, друзья. Битва с боссом. Боссы в этой игре поражают воображение. Очень креативно сделаны. Давайте посмотрим. Вряд ли здесь что-то новенькое появится. Да, да. Просто мы можем по предыдущим четырем мирам путешествовать. Но это нам сейчас не нужно. У нас есть молот. Ну, хотя бы сейчас мы разберемся, что этот босс собой представляет. Я просто уверен, что я сразу не пойму, что с ним надо делать и умру. Но давайте перезапустим и попробуем. Так, ну поехали. Это бурильная машина. Это гонка? Это... Ой, ну это... Ну, блин, ну я так люблю, друзья. Дело в том, что во многих... Спокойно. Спокойно. А? Так, надо как-то успевать прыгать, пока... Как... Стой, блин, я не знаю. Мне даже тяжело что-то сказать. Вот так вот. Что я вообще хотел вам сказать, так это то, что... Во многих, почти во всех платформерах, боссы могут быть, конечно, хоть и прикольными, но однообразными. Понимаете, к чему я это? Здесь же полностью концепция отличается. Она рушит. Это бурильная машина. Но пока все как-то слишком легко. Я не понимаю, в чем вообще должна быть сложность. Вот, вот в чем сложность. Он пошел сейчас наверх. Я чуть сейчас просто не умер. Вот, 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 вот. Сейчас начнется сложность. У него путь поменялся. Путь поменялся. Сейчас нам просто нужно... Вот в чем сложность, друзья. Значит, знаете, что я предлагаю... Предполагаю. Что нам нужно найти ему как можно больше урона в самом начале. Пока есть такая возможность. Давай-давай-давай-давай. Выпускай. А еще не выпускает. Еще не выпускает. Давай. Первый пошел. А, пропустил. Какая концепция потрясающая, а. Вот здесь бы, кстати, лазер пригодился. Как вы думаете? Лазер бы здесь очень пригодился. Так. Опять пропустил. Он просто сейчас может резко пойти в какую-то сторону. Вот, как сейчас. Так. Так, мне главное не застрять. Главное не застрять. Главное не застрять. Жалко просто своим воздухом не можем мы его убить. Давай. Вот так. Все. Половины хп, грубо говоря, нету больше. Так, спокойно, спокойно. Он должен потом, в конце концов, выйти на ровную траекторию. Я практически в этом уверен. И тогда будет легче. Сейчас. Сейчас даже лучше не рассчитывать, что будет что-то хорошее. Вот, сейчас, сейчас. Хорошо. Снова на ровную... Наверное, у него будет повторяться, да? Ой, он пришел куда-то... А, нет, нет. Я думал, это конец. Я думал, сейчас какая-то другая будет битва. Хорошо. Последний раз. Вот и все. Не сказал бы, что босс очень сложный, но это было здорово. А, честно говоря, это, наверное, один из самых необычных боссов за все время, за последнее время, сколько я играю вообще в разные игры на Денде. И один из самых креативных. И по геймплею, по кайфу, который я получал от битвы с этим боссом, он действительно... Не знаю. Один из лучших, наверное, боссов, с которыми я вообще когда-либо сражался. Друзья, мир 6. Океан апельсинов, правильно я понимаю? Или оранжевый океан, или апельсиновый океан. Как-то так. Ну, фон такой себе оранжевый, да? Поэтому предположим, что это действительно апельсиновый. Ну, в принципе, здесь тематика такая. Овощи, фрукты, свежие продукты. Ну что, друзья, наверное, немножко прогуляемся и по шестому предпоследнему миру. Потому что время еще есть, мы хорошо проходим. Ожидайте. Ну что, поехали. Я уже в предвкушении, новый мир готовит нам новые сюрпризы. Да. Вот, было сомнение, или это действительно глюк, что вот это... Да нет, это не может быть глюком. Вот эти вот, я имею в виду, фоны, состоящие из квадратиков. Наверное, так и было запланировано все-таки. Это было бы странно, если бы разработчики оставили такое. Тем более, оно слишком уж прорисовано так все. Хотя, ладно, не буду сейчас спорить. А то скажу какую-нибудь глупость, потом придется за нее отдуваться. Я вот, знаете, о чем просто очень надеюсь на что? Мы здесь, кстати, вдыхать ничего не можем, жаль. Чисто такой подводный уровень. Такого еще, кстати, не было. Как в новых каких-то играх, знаете, на PlayStation. Ах, кто рыбы, заразы! Мы тут никого даже вдыхать не можем. Так, куда мне все-таки идти? О, мы можем летать, хорошо. Вот, я все-таки надеюсь, что у меня запись не исказится. Особенно, когда сражался я с боссом. Потому что... Боже мой! Боже мой! Боже мой! Вот, надеюсь, что... О, жизни, жизни нет! Нет, 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 нет! Может быть и да. Вообще нечем разбить. Так вот, я надеялся вообще-то, что... Ха-ха-ха! Черт! И все-таки куда идти? Где секрет? Вот это секрет. Нет, это продолжение, да? Я что-то упустил, да? Я определенно что-то упустил. И я все не могу договорить. Если битва с боссом исказилась, то я не смогу ее перезаписать. Да хватит! Я, блин, вздулся аж весь. От ожогов. Ха-ха-ха! Полученных. В схватках. Да, друзья, если битва с боссом исказилась, я не смогу ее перепройти. Потому что я уже сохранился, а ее заново нельзя проиграть. Знаете что, друзья? Вы, конечно, меня извините, но я перезагружусь и возьму молот. Потому что я прочитал в прохождении, что для этого мира вообще, для почти каждого уровня нужен молот. Потому что вот такая вот специфика у него. Плюс я хотел бы вернуться в ту дверь, которую он не открыл. Как бы я вам хочу показывать всю игру. Итак, я только что за гадером сразился с гориллой. Забрал ее молот. Вот. Не знаю, чем он нам поможет. В принципе, аккуратно, рыбья! Тушенка! Уберись, уберись! Сволочь! Давай, давай! Подходи, подходи! Под водой, конечно, друзья, тяжело Кирби драться. Я это уже заметил. Тут всякие морские обитатели. Блин, ну там Мария уже. Это уже какой-то Мария. Ну вот там сюда как бы нужно. Вот сюда я и хотел зайти. И ради чего? Ради того, чтобы получить способность вот этой вот... А что она вообще дает? Я помню, что я как-то сражался с этой черепахой, кажется. Может быть, это не черепаха, а броненосец какой-то. Извини. Извини, моя подруга, за то, что я могу тебя назвать кем-то другим. Но можно было сюда и не идти. Можно было сюда и не идти. Вот посмотрите на эту рыбу. Я же даже... Выкину... 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 Пропадет у меня молот. Я даже не смогу ничего сделать. Все. Спокойно, 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 спокойно. Рыба. Черт. Черт. Уйдите, уйдите. И знаете... Твою мать. Сволочь. Знаете, как Ви круг вокруг себя там нарисует, чтобы никто ко мне не подходил. Никакие сволочи. Ну посмотрите, опять же. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы взять эту жизнь. Ну ладно. Ладно, ничего страшного. Так. Здесь, кажется... Надеюсь, что нам молот все-таки не пригодится. Я очень на это рассчитываю, потому что... Опять сейчас придется перепроходить. Хватит. Меня еще и относит. Вот что плохо. Если верить прохождению, нам нужно заходить в первую же дверь. А это эта дверь. Кстати, опять же, антураж другой. На фоне деревья и река. Такого не было. Но это еще одна порция графики. Есть. Хорошо. Нет, не есть. Вашу мать. Вашу мать. Мне нужен молот. Короче, друзья, во всем этом мире нужен молот. Ну не знаю. Опять весь путь, я думаю, вам не стоит показывать. Может он опять будет неудачно. Давайте что ли я тогда сюда вернусь уже с молотом. И тогда вас обновлю запись. Ну что, я здесь при вас прямо все разбиваю. Конечно, друзья, молот это походу самое сильное оружие в игре. Потому что я сейчас вот за кадром хотел пытаться подраться с той черепахой. Один удар молота отнимает у нее треть жизни. Это мини-босс. Прошу учесть. Вот как-то так. Вот только что делать вот с этой штукой, которая при любой удобной возможности захочет меня убить. Это, конечно, вот так вот. Черт. Нет, 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 нет. Уйди, 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 уйди. Все, падай, падай. Падай, падай, падай. Сволочь такая есть. Хорошо. Потому что еще ни разу не удавалось мне спокойно ее пройти. Но вот и все. Так, возьмем жизни. Все остальное нам надо. 16 жизней неплохо. Конечно, с перезагрузками. Но мне нужен этот молот, друзья. Я хочу пройти игру как эту, так и последующую на 100%. Я думаю, это будет гораздо интереснее, чем если я буду что-то пропускать и... Так, поверхностно прошел игру, забыл без секретов, без каких-то дополнительных уровней и так далее. Это не по мне. Так, давайте сохранимся, на всякий случай. И поехали дальше. Ну, в принципе, больше здесь секретов нету. И молот, наверное... Нет, молот, конечно, нам может пригодиться. Но, наверное, в том случае... Блин, посмотрите, как быстро летают. Нет, нет, сволочь. Нет. Вот. Молот нам пригодится в том случае, если опять где-то будет какая-то жизнь. Да? Посмотрим. Как меня эти рыбы-то доели. А тут еще цыплята летают. Цыплята умеют летать? По-моему, нет. Друзья, такая веселая музыка. А на фоне... На фоне... Просто кровавое... Кровавое какое-то месиво. Из облаков. Красное небо. Как это... Сюрреализм какой-то просто. Друзья, может, это даже... Это даже жабы, а не рыбы. Это жабы, а не рыбы. Я ошибся. Это ж так важно, правда? Земноводные. Вот это вот лучшее, что можно про них сказать. Они могут быть и на земле, и в воде. Боже, что я несу? Зачем они... Вот эта вот биология вам сейчас, а? Так. На, на, на! Все, и мы сохранили этот молот. С ним, конечно, мы могли бы повыше отпрыгнуть до серого троечка. А нету молота. Мы его потеряли просто в боевых сражениях. Ну что? Наверное, пожалуй, на этом остановлю запись. Хотя бы познакомились с этим миром. Поняли, что не все так просто. И что нам предстоит множество сложностей в этом мире. Но я думаю, следующий эпизод будет очень интересный. Ну а пока, друзья, оставайтесь на линии, ставьте свои комментарии. И лайки там, да, и подписывайтесь. В общем, все как положено, друзья. Пока-пока.